На подъеме к улице Серышева в мелкое ДТП попали два водителя легковых машин, которые предпочли упрямо дожидаться инспекторов ГИБДД для определения виновника столкновения. Повреждение автомобилей сродни человеческим ссадинам. Не признавать поражение было делом принципа для обоих автолюбителей. Пенсионер, управлявший белой Тойотой Спринтер, считая себя стороной потерпевшей, предложил оппоненту не тратить время на ожидания полицейских и решить вопрос мелкого ремонта полюбовно. То есть, мне даже денег не надо. Заберешь, делаешь, пошло. Пойдешь, доплатишь, сколько. И все, и до свидания. Нет. Ну, нет, нет. То есть, вы хотели, чтобы он просто демонтировал вашу машину? Конечно. Нет. Зачем другую? Нет, чтобы целое было. Доцент кафедры повышения квалификации при медуниверситете, управлявший МАЗДой ДЭМИО, виноватым себя не считал. Медик полагал, что он сам в этой ситуации жертва. Он отъезжал от обочины, но к моменту столкновения уже двигался по второму ряду. А потому и говорил, что водитель спринтера вильнул в его сторону. Мое мнение, я шел ровно, а он говорит, что он ровно шел, а боками тиранулись. То есть, боковые расстояния не выдержали. Так, ну, мое мнение, что он прошел там, а потом, там, в царе грузовики, он сюда приезжал, что-то мне... Спорить о том, кто на сколько сантиметров заступил на чью-то полосу, можно было часами. Ясность нес электронный файл регистратора ДЭМИО. Его участники ДТП посмотрели с помощью редакционного ноутбука. Отъезжая от бордюра, преподаватель почти сразу оказался на второй полосе. В повторе видно, что столкновение происходит, когда машина еще смещается влево. А это повод говорить о виновности водителя черной машины. С места происшествия Надежда Томченко и Виталий Векслер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...